Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Наринмаре обсудили ход реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и безопасные качественные дороги. Округ с двухдневным визитом посетили министр строительства и ЖКХ и глава Росавтодора. Новые авиарейсы на Екатеринбург, устойчивая мобильная связь в поселке Бугрино. Эти вопросы обсудили на еженедельном совещании при главе региона. Жители Земли вновь вспомнили о проблемах арктических животных. 24 ноября отмечается День моржа. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. День моржа. В первый день пребывания в Ненецком округе делегация посетила школу номер 3 и детский сад «Ромашка». Оба объекта находятся в новом микрорайоне авиаторов. Здания образовательных организаций возведены в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Кроме того, в микрорайоне гости посетили смотровую площадку. Уличное пространство появилось за счёт экономии торгов по благоустройству спортивно-игровых кластеров у детского сада «Радуга» и по улице Строительной, которые были реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всех контрактов с 2017 года ни одного не просрочено, то есть не ушли ни в суды, то есть все завершаются вовремя. Попали в Минстроевский там где-то или как на Братцы тоже по северу у нас были реализованы контракты. Также в ходе рабочей поездки делегация побывала в аварийном доме по улице Южной, который будет расселён в следующем году, и в новостройке по улице Октябрьской. Вопрос переселения находится на особом контроле, и здесь есть положительная динамика. В 2019 году было переселено порядка 60 семей, в прошлом – 105, а в этом году жилищные условия улучшат уже 130 семей. В ходе рабочего совещания, которое состоялось после ознакомления с Нарьинмаром, министр Эрек Файзулин отметил хорошие темпы реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Прекрасный дом, который был построен, достаточно короткий для этого северного региона, где навигационная проблема существует, проблема завоза строительных материалов. Поэтому дом оцениваю положительно, с высоким качеством построен. Посмотрели те детские площадки, общественные территории, которые реализованы тоже в короткий период. И надо отметить, что сегодня мы по просьбе, в том числе и губернатора, меняем условия по этой программе ФГС. ФГС – это комфортная городская среда в части увеличения финансирования для таких небольших территорий, как Нарьинмар, которая является столицей субъектов. Таким образом, в 2022 году Ненецкий округ получит дополнительные 100 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий. Если говорить о городе Нарьинмаре и комфортной городской среде, то мы уже понимаем, что на следующий год будет увеличено, значительно увеличено финансирование по этой программе. И город получит 100 миллионов на реализацию этого проекта. Что это значит для жителей? Это значит, что появятся новые детские площадки, воркауты, что появятся скверы. Это значит, что город станет красивее. Ну и отдельный вопрос – это, конечно, переселение из ветхоаварийного жилья. Мы получили поддержку по ускорению темпов этого переселения. У нас темпы и так были хорошие. Но мы понимаем, что пока есть эти ветхие дома аварийные, пока есть люди, которые живут в этих невыносимых условиях, значит, мы недостаточно быстро переселяем. Еще один вопрос, который активно обсуждался в ходе визита – реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Было принято решение проработать вопрос и включить дороги на Красную Тельвеску в опорную сеть. Мы сегодня в ходе совещания приняли решение, пока у нас еще есть возможность, доработать эти нюансы опорной сети региона и включить эти дороги в опорную сеть. В один из этапов ее реализации, в зависимости от того, как мы проработаем, будет принято решение, в какое именно. Но уже на сегодня понятно, что мы будем готовиться к реализации этих объектов, к финансированию этой деятельности из федерального бюджета. Между тем, глава Росавтодора Роман Новиков отметил, что продолжится финансирование стратегически важной для региона автомобильной дороги Нарьян-Марусинск. Мы в ближайшую трехлетку планируем дофинансировать это строительство с учетом тех заявок региона, которые на сегодняшний день в рамках сегодняшней рабочей поездки прозвучали о том, что то опережающее строительство, которое идет на объекте, позволит сдвинуть сроки влево, ближе к 2022, к началу 2023 года, по вводу этого объекта в эксплуатацию. Во второй день визита делегация осмотрела строящийся участок автомобильной дороги Нарьян-Марусинск в районе моста через реку Шапкино. Роман Новиков отметил, что высокий уровень технологичности процесса позволяет возводить объект в кратчайшие сроки. Он отметил, что сейчас будут рассматривать вопросы финансирования, чтобы закончить строительство в 2022 году. Что касается головного участка трассы, то она требует реконструкции, так как построена давно. Этот вопрос также будет взят на контроль. И примем на федеральное финансирование реконструкции этой дороги, как только у нас будет положительное заключение и аудит обоснования инвестиций. В целом он отметил, что строительство дороги Сыктывка-Русинск-Нарьян-Мар имеет важнейшее значение в развитии Русского Севера. Проект позволит реализовать транзитный потенциал нашей страны, поэтому необходимо поэтапно разрабатывать программу, чтобы к определенному сроку появился дорожный комплекс, связывающий два северных региона. Главный вывод, который можно сделать по итогам работы главы Минстроя России и главы Росавтодора, властей Ненецкого округа слышат в федеральном центре, видят успехи в реализации национальных проектов и готовы и дальше поддерживать губернатора и его команду в вопросах финансирования важных для региона и его жителей проектов. Ольга Русул, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». По информации регионального управления Роспотребнадзора, 8 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей Заполярья за минувшие сутки. 24 человека выздоровели. В числе заболевших четверо жителей Наринмара и четверо жителей Оксина. Напомним, с 23 ноября село закрыто на карантин из-за роста заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции. Свободный въезд и выезд на территорию села запрещен за исключением передвижения в целях обеспечения непрерывности деятельности организаций, а также при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сертификата вакцинированного или переболевшего. В целом на лечении в регионе находится 247 человек. Из них стационарное лечение получают 32 человека, а амбулаторное – 215. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1163 человека. Напоминаю, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оме и Несе. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. 23 ноября состоялась 40-я сессия собрания депутатов, на которой приняли ряд важных решений для Ненецкого округа. Основная тема обсуждения – бюджет региона на текущий год и плановый период 2022-2023 годов. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. На сессии были приняты поправки в окружной бюджет на 2021 год. Общий объём доходов на 2021 год увеличится на 3,2 миллиарда рублей и в составе 27,68 миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на строительство автодороги Наринмарусинск, на выкуп жилья из ветхого и аварийного фонда, на субсидии по перевозке воздушным и водным транспортом, для сельхозтоваропроизводителей, а также в сфере ЖКХ. Дополнительно профинансируют возмещение затрат по коммунальным услугам для медучреждений и образовательных организаций. На меры по предотвращению распространения коронавируса на территории округа, ежемесячные выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребёнка и ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В бюджете предусмотрено 152 миллиона. Это на предоставление субсидий по аварийному жилью. И в основном там коснётся жителей посёлка Искатель, это около 50 человек. Затем по строительству жилья по программе 30 на 70. Это то, что касается жилья на селе. И это где-то будет около 20 миллионов. Затем более 100 миллионов предусмотрено для многодетных семей для получения субсидий по земельным участкам. Помимо поправок в бюджет текущего года, были рассмотрены основные параметры проекта главного финансового документа округа на следующие три года. Так, расходы окружного бюджета в 2022 году запланированы в размере 24,5 миллиарда рублей. Доходы составят 22,4 миллиарда рублей. Бюджетные инвестиции на 2022 год предусмотрены в размере 4,8 миллиарда рублей. Из них средства федерального бюджета 3,4 миллиарда рублей. Объем финансирования с проектов на 2022 год составил 4,568 миллиарда рублей. В том числе 4 миллиарда – это федеральные средства. Остальные средства – это средства окружного бюджета. Так вот, 88% мы как раз будем получать из федерального средства. Это очень важно. Я обращаю на это внимание. Почему? Потому что мы всегда старались, чтобы соотношение софинансирования было больше федерального, нежели окружные по нас проекты. Это сделано для того, чтобы у округа были средства на решение социальных, строительных, инвестиционных и других вопросов. Социальные выплаты на 2022 год предусмотрены в полном объеме. Во время сессии депутаты рассмотрели изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Так, с января 2022 года изменены условия предоставления единовременной компенсационной выплаты на подготовку детей к школе для многодетных семей. В частности, установлен фиксированный размер выплаты – 9 тысяч рублей на каждого ребенка. А также исключен компенсационный характер выплаты. То есть, многодетным семьям округа не нужно будет подтверждать свои расходы на подготовку детей к учебному году. Данную тенденцию надо продолжать. Можно рассмотреть и другие какие-то инициативы, которые положительно скажутся на многодетных и незащищенных в своих населениях. Единственный такой нюанс – хотелось бы обратиться к жителям, к многодетным родителям, чтобы не было злоупотреблений в данном направлении. Также в ходе сессии была одобрена кандидатура Татьяны Лагвиненко на должность заместителя губернатора Ненинского округа. И согласованы к кандидатуре для назначения членами избирательной комиссии Ненинского автономного округа с правом решающего голоса. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Устойчивая мобильная связь в поселке Бугрино и новый маршрут на Ринмар-Екатеринбург. Эти и другие вопросы обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания с главой региона Юрием Бездудным. Первой темой для обсуждения стала плохая связь и низкая скорость интернета в селе Бугрино. По поручению Юрия Бездудного в поселке было модернизировано спутниковое оборудование. Особенность спутникового оборудования, особенно в прибрежных поселениях, такова, что она очень сильно зависит от погодных условий внешних. Более новое, более современное оборудование позволяет стабилизировать сигнал, то есть минимизировать прерывания в разговоре или минимизировать потери при интернет-соединении. Вот как раз-таки новое спутниковое оборудование позволит это сделать. Сейчас для жителей поселка мобильная связь и интернет работают в бесперебойном режиме. Также глава региона проконтролировал поручение, которое было озвучено на прошлой неделе. Это претензия от жителя поселка Искателей, которая касалась устранения дефектов после капитального ремонта. Все работы по данному вопросу проведут до конца недели. Ещё одна хорошая новость для жителей региона. Теперь северяне смогут отправиться в Екатеринбург прямым рейсом. Транспортное сообщение по этому направлению начнётся с 1 декабря. Напомню, жители региона также смогут напрямую отправиться и в другие города. С 1 января по 31 декабря 2022 года авиакомпания «Руслайн» два раза в неделю будет выполнять рейсы из Наринмара в Казань, Киров, Санкт-Петербург и Сыктывкар. С 1 июня по 31 августа 2022 года один раз в неделю «Руслайн» будет летать в Симферополь и Сочи. Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал Север. Внимание, налогоплательщик! 1 декабря наступает срок уплаты налогов за 2020 год. Чтобы избежать просрочки и начисления пений, налогоплательщикам необходимо проверить свои налоговые счета. Владельцам имущества, а именно домов, земельных участков, транспортных средств необходимо оплатить налог в срок до 1 декабря. Чтобы своевременно уплатить налог, можно воспользоваться сервисами федеральной налоговой службы на сайте официальном, в мобильных приложениях для тех людей, кто пользуется планшетами, мобильными устройствами. Это мобильное приложение называется «Налоги». Также оплатить налоги можно через портал госуслуг или обратиться на почту или отделение Сбербанка. Для граждан, кто не получил налоговое уведомление, рекомендовано обратиться в налоговую инспекцию или отделение МФЦ. После срока наступления уплаты со 2 декабря начинают начисляться пени за несвоевременную уплату налога. 24 ноября в России отмечают День моржа. Дата была выбрана не случайно. Именно в последние дни осени клыкасцы-здоровики покидают побережье Чукотского моря и отправляются зимать в Берингов пролив. Становятся там особенно уязвимыми и нуждаются в защите. Ежегодно в этот день поднимаются вопросы сохранения популяции моржей. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Одно из самых крупных лежбищ Атлантического моржа в Баренцевом регионе расположено на острове Матвеев. Ежегодно туда отправляются специалисты Енинского заповедника. На протяжении трех недель они изучают жизнедеятельность животных, оценивают численность, возрастной состав, особенности поведения. Итоги этого года нас порадовали. Моржи чувствовали себя прекрасно. В отличие от предыдущего года, когда мы высказывали опасения по поводу состояния нашего лежбища. Так как в 2000 году, то есть в прошлом году, моржи очень рано вышли на берег. Это было 15 мая. Лед очень рано ушел от берегов. И животным пришлось тратить довольно много энергии на то, чтобы перемещаться от мест лежки, где они могут полежать, до тех мест, где они нагуливаются, едя. Но в этом году было все прекрасно. Фотоловушки нам подтвердили о том, что животные вышли на берег в начале июня. В пиковые периоды на этом лежбище насчитывается более тысячи животных. К слову, в этом году впервые за много лет моржи вышли на соседний с Матвеевым остров Голец. В этом году моржи снова вышли на острове Голец. Это маленький остров в один квадратный километр, недалеко от острова Матвеев. Там животные не выходили последние 10 лет. Но в этом году снова вышли, и мы регистрировали не менее 300 животных в середине июля. Изменение климата в сторону потепления привело к тому, что площадь ледного покрова земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбище. Если лед уходит рано, животные могут чувствовать себя физически уставшими, что мы наблюдали в прошлом году. Но в этом году все в средние сроки прошло, поэтому животные... Мы не заметили большого количества животных, которые были бы с дефицитом массы тела. Животные были все активны, постоянно коммуникацировали, уходили, приходили на лежбище. А еще одна особенность, о которой мы ответили в этом году, это увеличение количества молодых животных на лёжке, не только больших матерых самцов, но и животных, которым около двух-трех лет. Жизнедеятельность моржей тесно связана со льдом. Это место, где первое время проводят только появившиеся на свет моржата. Когда стоит лёд в Печорском море, это идеальное место для моржей, потому что оно неглубокое. Моржи чувствуют себя хорошо. Но как только лёд уходит, им приходится искать места, где они могли бы отдыхать, когда они не кормятся. Идеальными местами является как раз заповедник Ненецкий, его острова это Матвеев, Голец или Долгий, например, там они тоже иногда выходят. Других просто пригодных мест не очень много вокруг. Для создания полного представления о моржах, которые обитают в заповедной зоне, Всемирный фонд дикой природы поддержал проект заповедника Ненецкий. То есть это по сути создание банка данных, изображений моржей, создание приложений и программы, которые способны определять, идентифицировать конкретную осадь моржа. Ну то есть некий такой реестр моржей. С помощью вот этих нейросетей, это новые технологии, мы можем определять те, ну конкретно те ли животные посещают эту территорию и понять, какова примерно численность присутствующих животных в определенный период времени. Такой пилотный проект по моржам в России больше таких проектов нет, по другим животным есть, но вот для моржей это вот такой вот уникальный вещь, которую делает у нас коллектив, коллеги из заповедника Ненецкий, с учеными из Российской академии наук. А в день моржа в Заполярье открылся первый в регионе уголок заповедных территорий Ненецкого округа. Здесь представлена информация об особо охраняемых природных территориях и в том числе об удивительных животных моржах. Кабинет оформлен таким образом, чтобы можно было проводить образовательные программы с населением, для того, чтобы можно было познакомить гостей региона с охраняемыми территориями, с природными территориями, которыми может гордиться наш регион. А также он рассказывает о созданном в этом году туристическом продукте, это экологическая тропа «Босиком по тундре», которая была установлена на территории заповедника Ненецкий. Добавлю, представители ВВФ призывают людей чаще вспоминать о нашей общей ответственности за сохранение дикой природы и более бережно относиться к её обитателям. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.